Игры в войнушку могут в один момент стать реальностью, если детям вовремя не сделать прививку от войны. Так организаторы выставки описывают главную цель проекта. В зале более двух сотен снимков с мест военных конфликтов, которые происходили в 20 и 21 веках в разных уголках земного шара. Часть фотографий предоставили мемориалы в Хиросиме, Нагасаке, мемориал 9.11 в Нью-Йорке, мемориал в Беслане. Рядом авторские снимки известных репортеров. Это тот Ефрем Лукаский, который снимал процесс захвата Хусейна. Александр Гляделов, тоже достаточно известная личность. Это тот фотокорреспондент, который работает с врачами без границ. Это тот человек, который может быть там, где просто журналист не попадет. Чтобы ребята поняли, как себя чувствовали их сверстники, детство которых прошло среди выстрелов и взрывов, их погружают в атмосферу тех событий. У стенда об атомной бомбардировке Хиросимы дети узнают о Садако Сасаке, японской девочке, которая после атомного взрыва заболела лучевой болезнью и страстно желала выздороветь. Пришла к ней подруга и рассказала легенду, что если из оригами, из бумаги сложить тысячу журавликов и загадать желание, то желание обязательно выполнится. Девочка очень, ну как бы, всем сердцем и душой поверила в эту легенду и начала собирать журавликов. По информации, она собрала 644 журавлика и умерла. Школьникам самим предлагают сложить журавлика и написать на них собственные желания. За время выставки планируют собрать тысячи журавликов, и тогда детские мечты сбудутся. Гармонии этому миру. Проект «Война крадет детство» презентовали месяц назад в Киеве. В Харькове выставка пройдет с большим размахом. Здесь работы, кроме авторских, предоставлены и фото, и документы Музея Великой Отечественной войны. Здесь и фотографии, и письма, и документы. На арт-презентации этого не было. Здесь представлен полный объем. То есть в Харькове будет проводиться работа на полных модулях. Утраченное детство на снимках увидят не только харьковчане, но и жители области. В галерее говорят, до начала апреля ежедневно ждут по две-три группы из школ Харькова и области. Андрей Кравченко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».